Новости на канале СТВ. В студии Елена Михайловская. Добрый вечер. Завершилась пора стратегии и планирования. Настало время спрашивать с кадров. Это подчеркнул сегодня президент на селекторном совещании по уборочной кампании. В режиме реального времени глава государства интересовался конкретными проблемами на местах и тут же давал поручения по их устранению. Страна должна собрать урожай качественно и без потерь, обеспечив продовольственную безопасность. С подробностями Олеся Высоцкая. В зале Республики президентской резиденции члены правительства, руководители всех ключевых ведом страны, банкиры, помощники главы государства. Обычно здесь вручаются госнаграды, но и коллегиально принимают важнейшее для стороны решение. Однако совещаний в таком формате, рассуждали в кулуарах, не было уже лет пять. Селектор по определению подразумевает постановку задач по самым острым темам и решение проблем здесь же на месте. Александр Лукашенко объяснил, чем вызвана необходимость такого оперативного формата. Возьмите сегодняшние данные, которые поступили мне для анализа. Такие данные поступают каждое утро. Я сравнить хочу Гомельскую область в ответ на объяснение специалистов с ее южной соседкой, где с Брестской областью 90% убрано, миллион 300 примерно. 85% убрано на утро сегодняшнего дня в Гомельской области, но получено всего 900 тысяч тонн. Почти в 400 тонн разница, а разница по уборке всего 5%. Если бы это было в первый год, это было бы не страшно. Но на Гомельщине такая тенденция продолжается уже несколько лет. Все полагают, что такая жара будет стоять и дальше. И поэтому все, без раскачки, спокойно мы уберем все зерновые культуры и будем с хлебом. Ну, во-первых, да, мы можем собрать этот хлеб, скосить то, что у нас осталось на полях. Но излишняя высушенность зерна – это тоже не на пользу. Это во-первых. Во-вторых, идут потери. Зерно на полях пересушено. И если начать, а это обязательно же произойдет, уборку, если на кошение этого зерна, потери будут еще больше. Непонятно про таком паркомбайнов, чего мы ждем. Было же обещано к 10 августа при такой ситуации в основном закончить уборку. Но у нас еще треть урожая на полях. Погода резко изменится. Что будем делать потом? Поэтому вот эта вот самоуспокоенность меня настораживает больше всего. Сейчас необходимо максимально напряжься всем и убрать с поля хлеба. Не растягивая уборку на полтора, а то и два месяца, как это обычно бывает. Актуальное совещание вызвано еще и ситуацией, которая складывается на мировом рынке. Дефицит сельскохозяйственной продукции в этом году уже наблюдается в России, Украине, Казахстане и других странах СНГ. Нелучшие виды на урожай и в Европе. Ученые делают выводы. Продовольствие по всему миру будет дорожать. А значит, нужно уже сегодня обеспечить продовольственную безопасность Беларуси. Потерять выращенное непозволительно. Это не только хлеб людям, но и фураж для скота. Продукция которого, мясо и молоко, основной источник доходов практически всех наших сельхозорганизаций. Самая весомая часть аграрного экспорта страны. Нельзя допустить снижение темпов заготовки и травяных кормов. Кукуруза нас в последние годы здорово выручала. Неплохие, видимо, виды на нее и в нынешнем году. Но кукурузные силы сбеден белком, а его могут восполнить именно травяные корма. Мы имеем новые технологии их заготовки. В полимерную пленку, рукав. Эти технологии надо активнее применять. Важно выдержит требуемый ассортимент растеневодческой продукции. Нам нужны не только фуражное зерно, но и хорошее сырье для хлебопечения, кондиционный яшмень для пивоварения, а для торговли, к примеру, гречневая крупа и другие пользующиеся спросом продукты. Наряду с зерновыми мы должны четко провести уборку льна, чтобы обеспечить сбор льнотресты высоким классом и решить задачу повышения эффективности всей льноводческой продукции. Хватит уже барахтаться с этим льном. Следуя своей традиции, президент первым делом спросил о самых проблемных местах. Поднял председателя комитета госконтроля. И журналистам стало понятно, совещание выйдет за рамки заявленной темы и затронет целый аспект вопросов развития села. Александр Райкапсон констатировал, отмечены потери РАПСа из-за несоблюдения технологии, населения хватает механизаторов, на полях много соломы. Выполнить задание по реконструкции и модернизации ферм получится, видимо, не у всех. Проблемная ситуация сложилась и в Витебской области, где Белстат выявил приписки. И на этом глава государства сразу остановился отдельно. Финансовое состояние сельхозпредприятий Витебской области достаточно сложное. и бюджет Витебской области разбалансирован. Для того, чтобы поправить ситуацию, уж приписывать не надо. Это же тюрьма. У нас же законом запрещено это делать. Мы же эту норму вносили в закон. Товарищ президент, поэтому я и возбудил эту ситуацию. Не все ей довольны, что я ее возбудил. Так вы что, ориентируетесь, как председатель комитета госконтроля, на то, кто-то доволен, недоволен? Вы же президенту подчинены, а не губернатору. Я не случайно вам доложил об этой ситуации, которая складывается. Губернатор Александр Косин с такой постановкой вопроса не согласен. Президент поручил еще раз перепроверить, были или нет там приписки, к чему это могло привести. Далее продолжился детальный анализ очерченных проблем. Итак, молочно-товарные фирмы. Не все губернаторы вкладываются в сроки. Напомню, президент поручил каждому хозяйству за свой счет построить новую или модернизировать старую фирму. Но, судя по ответам на селекторе, некоторые пошли по пути упрощения. Пока еще впереди почти полгода, до конца года, бросит туда все необходимое для того, чтобы ввести эти молочно-товарные комплексы. Если мы впереди будем планеты всей по этим вопросам, тогда мы 7 миллиардов экспорта дадим. Если мы не будем работать так, как следует, мы будем опять вручную или в эти молокопроводы, или еще хуже, в доильные ведра доить корову. Мы же с вами-то говорили, что все должно быть технологично. И определили навозоудаление, водопоение, содержание беспривязное и так далее. Это качество молока. Если мы выдержим этот ритм, мы будем настоящим европейским государством по сельхозпродукции. Тогда наше молоко и для детского сада будет годиться, и для людей, и в Европе ее с удовольствием купят. Неужели я вам должен об этом говорить в очередной раз? Никаких самоотчетов предупредил президент всех губернаторов по ту сторону экрана. На связь вышла Брестская область, и Константин Сумар поднял еще одну проблему. С поставками от Белограссервиса оборудование для новых ферм президент поручил разобраться с этим в кратчайшие сроки. 1 августа уже нам надо было, чтобы поставили 44 доильных зала. Фактически поставлено не одного. И 41 единицы холодильного оборудования с 1 апреля по 1 августа поставлено только 2 единицы. То есть практически работа это на нуля. А кто мне нам надо министр сельского хозяйства? За месяц, все, в месяц будет поставлен. Михаил Иванович, не тайку сумму или кто-то поставит вопрос вот в такой плоскости. Для всех губернаторов президент еще раз напомнил об основах модернизации ферм. Надо исходить не из наличия деревень, а кормовой базы. И в этом было много критики по Витебской области. Президент поручил также создать независимую экспертную группу и снова проверить, насколько правильный путь по реконструкции молочно-даварных ферм те ли выбраны проекты, рационально ли вкладываются в государственные деньги. Организуйте мне группу специалистов, специалистов, ну так сказать, независимых специалистов, не связанных ни с министерством сельского хозяйства, ни с губернаторами. Я должен заняться немедленно этой проблемой, коль правительство ее интерпретирует по-своему. Далее перешли на сохранность техники и дисциплину в хозяйствах. Здесь тоже было немало поручений президента, в том числе и для МВД. Государство вложило немалые средства, закуплены новые комбайны, значительно обновились машинопарки. Насколько руководителей районов и хозяйств вы за это время задержали находящихся в нетрезвом состоянии за рулем? Руководители, если что, предприятие нетрезвом умения, мы не задерживались. Протрезвели все ездят трезвыми, да? Или в обнимку ходите круговая порука на местах? Нет, в обнимку мы не ходим. Госавтоинспекция выполняет свои разы, как и положено. А если я найду в ближайшие сутки, так вот возьмите за это и проверьте. Спрос в зал сохранность техники никто не снимал и с Министерства сельского хозяйства. Исполняющий обязанности министра Леонид Маринич доложил о нарушениях по хранению дорогостоящей техники. Вот по дорогостоящей технике это некачественная постановка на хранение зерноуборочных комбайнов. Привлечено к дисциплиной ответственности более 100 руководителей и главных инженеров сельскохозяйственных организаций. Леонид Адамович, скажите мне, что какая государственная программа на уровне правительства Мясниковича нужна, чтобы огородить деревянным забором машинные дворы и зернотаки? Правда, такой программы не требуется. Требуется только четкое исполнение своих обязанностей на местах. Больше ничего. Так, Леонид Адамович, исполняйте. Михаил Руссый, вице-премьер, за которым в правительстве остался контроль за сельским хозяйством, должил о динамике уборочной. Общий каравай, по его мнению, при высоких темпах уборки может оказаться и более 9 миллионов тонн зерна, без учета фермерских хозяйств и людских посевов. Системных проблем с уборкой в регионах нет. Это подтвердили и губернаторы. Мы в целом добавляем 6 центнеров. Я думаю, что завершим уборку с урожайностью 50 центнеров. Каждый день сегодня урожайность прорастает. Мы намолотим 1 миллион 700 тысяч тонн зерна. Это на 300 тысяч больше, чем потребность нашей области. Вице-премьер тем временем считает, что страна прочно стала на ноги наращивать экспорт продовольствия. Ячмень прекрасный, нет никаких нареканий. Дальше, как и пшеница. Уважаемый Александр Григорьевич, у нас пшеница на сегодняшний день. Натура пшеницы 777 грамм в литре. Это высочайшего качества пшеницы. Клейковина обеспечивает нам и мукомольные наши качества, и часть зерна отбирается на макаронное производство. Сколько вы будете закупать твердых сортов пшеницы? Мы в прошлом году закупили всего 6 тысяч, я думаю, что не больше. Для чего? Для выпуска макаронов высокого качества и на кондитерские изделия для печенья. Я вам ставил задачу о том, чтобы мы из собственного сырья обеспечили по максимуму все, что в Беларуси можем возделывать и перерабатывать, обеспечили население крупой и консервированной продукцией. Ну, как вы говорите, зеленый горошек, кукуруза там, яленая, моченая, потом крупа гречневая, крупа там, манная и так далее. Речь в том числе и об импортозамещении. Президент подчеркнул, все, что мы можем производить из своего сырья, производить должны. Так в свое время было еще знакомо с кукурузой, которая сегодня не только выращивается, но и закатывается в консервы. И здесь задавать тон и давать направление должны именно в министерстве и в правительстве. Ваше дело – контроль и ориентация, главное, всей сельскохозяйственной отрасли на новые технологии и в возделывании культур, и в переработке. Вот что главное. Вы должны ставить перед селом каждый год все новые и новые задачи. Уборочная. Президент также спрашивает, почему такой дисбаланс в компании. На одинаковых площадях области собирают разный урожай. Вторая проблема – почему не соблюдаются технологии и на полях солома. Казалось бы, вопрос простой, но из мелочей складывается даже себестоимость. Солома задерживает сроки подготовки земли к посевам. Поручение свести солому максимум до 18 августа и обработать поля по технологиям. Мы же договаривались, что через 3-5 дней уборная солома, произведены улучшения серни, внесены комплекс гербициды удобрений и начинаем пахать. Так как же, если у вас, вот, премьер докладывает, у вас все поля в соломе. Какое улучшение вы там проведете через 3-5 дней? Михаил Иванович, не дай бог, я увижу хоть на одном поле в волках солому. Головой за это ответить. Я имею в виду осенью. И не будет перепаха на поле или приведено в порядок. Вы за это ответите головой. Поэтому я советую вам в ближайшее время снять головы с тех, кто за это непосредственно отвечает. Без оправдания сразу по проблемам президент предложил выступить председателю Гомельского облсполкома. Еще при его назначении президент поручал изменить подходы к развитию сельского хозяйства, но пока регион отстает. Имеет наименьшую урожайность, его чуть более 29 центнеров с гектара, при сопоставимых площадях в Минской области, где ожидают 3 миллиона тонн зерна. В Гомельской только миллион. Мнение губернатора, 85% земель по составу легко подвергается засухам. Отсюда и не урожай. Я вижу, что Гомельская область должна бежать быстрее на злобу дня. Я хочу от Гомельщины большего. И вы, и ваши специалисты, вы можете это сделать. Поэтому я с вас выдавливаю это. Время стратегии, планирования, подбора технологий прошло. Это замечание главы государства напрямую касалось Витебской и Гомельской областей. Но адресовалось всем губернаторам. Изучив все проблемы на местах, глава государства вернулся к началу совещания и подчеркнул. Эта встреча только начало жесткого разговора. И спрос будет со всех. Еще раз подчеркиваю. Требования будут постоянно ужесточаться. Дисциплина, порядок, ответственность будут повышены. И главная задача сегодня правительства и губернаторам, это напряжение, я цитирую, советские времена, перенести вниз на подчиненных. Не отбрикиваться, а перенести вниз. Перенесете? Молодцы. Не перенесете? Ну что ж, я буду делать выводы соответствующие. Что касается уборки, она у нас, уважаемые друзья, только началась. И это не самый тяжелый уборочный период. Просто по срокам он у нас такой сжатый. Но зерно убрать, это, наверное, Михаил Иванович, самое легкое, что есть в сельскохозяйственной работе. При таком урожае самое приятное. Да, и еще приятное. А во-вторых, ален. А пропашные культуры, картофель, кукуруза, свекла, овощи, где очень много, объемы большие. В сентябре самый пик, это 20 миллионов кукурузы надо перевезти. Миллионы. Это не 9 миллионов зерна, о которых мы говорим. Это огромное, и там же посложнее. И 2 миллиона поселить, Гектор. Поэтому это только начало. И расхолаживаться нам ни в коем случае нельзя. Тем более, мы больше внимания уделяем на хлеба. И как только мы закончили уборку хлебов, так пошел спад. И психологически, и в организационном отношении в уборке. А это значит, что Бог подарил нам хороший урожай. Если мы его не соберем, он на будущий год нам такой урожай не даст. Сельскохозяйственная тема. Каню главы государства. Он знает проблемы изнутри, разбирается даже в деталях. И за качество исполнения поручений готов спрашивать жестко. В этом убедились сегодня и все журналисты. Селекторное совещание продлилось более 4 часов. Белорусские аграрии приближаются к 7 миллиону тонн зерна. В прошлом году на эту дату было чуть более 5 миллионов. В стране убрано более 70% урожайных полей и уже 3 хлебных миллионера. Минская, Брестская и Гродненская области. 100 тысяч тонн до миллиона осталось комбайнером Гомельщины. И здесь, в хозяйствах Ветковского района, уже приступили к севу Азимова Рапса. Массовую уборку зерновых завершили три района Брестской области. Азербайджан планирует запустить спутник с белорусской начинкой. На встрече в Минске ученые из двух стран обсуждали перспективы сотрудничества. Президент Национальной академии наук Азербайджана Махмуд Керимов также высоко оценил успехи белорусских ученых в области светодиодных технологий. В целом Азербайджан проявляет большой интерес к белорусской науке. За два дня визита делегация посетит и ряд наших предприятий. У нас есть очень много вопросов, по которым мы могли бы сотрудничать совместно с Белорусской академией наук, много чему научиться и в то же время передать какой-то свой опыт. Но в любом случае это сотрудничество, я считаю, будет взаимовыгодным, будет взаимополезным. Мы занимаемся совместными исследованиями в различных областях, реализованы 22 проекта. В первую очередь, проекты, связанные с областью химии, различной нефтехимии, проекты в области физики. В основном это научные исследования. Но сейчас мы обсуждаем вопросы, каким образом заниматься не только исследованием. И, в принципе, пришли к этому соглашению с тем, что была реализация, в том числе, инновационных проектов. В Минске совершено заказное убийство. По предварительным данным, его жертвой стал гражданин России. Инцидент произошел по улице Кузьмы Черного поздно ночью. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Проводится неотложное следственное действие. Следствие располагает определенной информацией, которая позволяет говорить, что в данном преступлении принимали участие несколько человек. Следствие отрабатывает все возможные версии данного преступления. Одна из основных версий – это заказное убийство, связанное с криминальными разборками. Для установления всех обстоятельств совершения данного преступления и установления виновных лиц создана следственная группа из числа следователей и криминалистов, наиболее опытных, которые специализируются на расследовании именно данной категории особо тяжких уголовных дел. По неофициальной информации, убитый являлся вором в законе одного из преступных кланов Грузии. Происшествие, скорее всего, является криминальной разборкой иностранных группировок. Самый жаркий день лета в Гомеле закончился крупным пожаром. Возгорание произошло на площадке хранения отходов Гомельского фанерно-спичечного комбината. Горела щепа, шпон и прочие отходы деревообработки. В результате ЧП никто не пострадал. Причины пожара выясняются. Примерно в 14.20 нам поступил сигнал о том, что горит щепа на площади примерно 200 квадратных метров. Понадобилось где-то чуть менее 40 минут на локализацию пожара и после этого еще час на ликвидацию. Народная артистка СССР, Молдовы и Украины София Ротару отмечает юбилей. Со знаменательной датой певицу поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Певица стала настоящим кумиром для миллионов зрителей. Лаванда, червоная рута, красная стрела, хиты, объединяющие народы и поколения. Сильный и чистый голос певицы продолжает звучать и сейчас. На этом выпуск завершен. Через несколько минут проект «Столичные подробности». Итоги дня в 22.30 подведет Ирина Мартьянова. А я с вами прощаюсь. Приятного вечера. Оставайтесь на канале СТВ. Субтитры подогнал «Симон»!